МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В такое пекло лучшее решение – это окунуться в прохладную воду. Казахстанцу уже отправляются на пляжи, загорают на горячем песке и созерцают умиротворяющие водные пейзажи. Но, как известно, купальный сезон – это еще и время, когда даже самая маленькая ошибка, допущенная во время купания, может привести к большим проблемам, порой трагическим. С вами программа «Спасая жизнь». Сегодня мы напомним, почему важно сохранять бдительность во время отдыха на пляже, и расскажем об основных правилах безопасности на воде. Статистика по чрезвычайным ситуациям на воде в купальный сезон. Количество утонувших в прошлом купальном сезоне снизилось. Положительная динамика стала результатом комплексных мер, принятых ДЧС совместно с местными исполнительными заинтересованными органами. Безопасный отдых. Как провести пляжный уикенд без последствий. В связи с тем, что начался летний купальный сезон, проводим профилактические работы на набережных зонах озер. Информируем отдыхающих о мерах предосторожности, так как не исключаются ситуации, когда отдыхающие плавают в нетрезвом состоянии. Каждый год сотрудники ДЧС сталкиваются с одними и теми же ситуациями. Люди подплывают близко к лодкам, лезут купаться в нетрезвом виде, ныряют в непроверенные места и оставляют детей без присмотра. Уважаемые жители и гости города Копчегай, просим вас соблюдать все правила безопасности во время купания. Спасение утопающих. Спасти за несколько секунд. Как быстро оказать первую помощь утопающему? Помимо основных правил поведения, каждому взрослому нужно владеть хотя бы базовыми навыками оказания первой помощи утопающему. Как отважные казахстанцы идут на помощь, рискуя собой? Не считаю это подвигом, так как мой поступок – это долг каждого мужчины, оказавшегося на моем месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Количество утонувших в прошлом купальном сезоне снизилось. Положительная динамика стала результатом комплексных мер, принятых ДЧС совместно с местными исполнительными и заинтересованными органами. При этом выросло число штрафов за нарушение правил нахождения у водоемов. В частности, это нахождение в нетрезвом состоянии и нарушение общественного водопользования. В основном несчастные случаи происходят в сформовую погоду, с отдыхающими в состоянии алкогольного опьянения, с детьми, оставленными без присмотра, с гражданами, которые купаются в неотведенных для этого местах. В 2020 году сотрудниками департамента спасены 62 человека, из них 15 детей. Наряду с этим мы на постоянной основе проводим профилактические рейды в местах купания, осуществляем информационно-разъяснительную работу с населением и гостями Алматинской области, используя весь информационный ресурс. Департаментом ПЧС совместно с местными исполнительными органами установлены предупреждающие знаки с указанием правил безопасного поведения на воде. Во время купания не рекомендуется подплывать к проходящим катерам и лодкам, оставлять купающихся детей без присмотра, заплывать за знаки ограждения, прыгать в воду с мостов, дамб, причалов, лодок и катеров, купаться в запрещенных местах, нырять в незнакомом месте. Ежегодно по неосторожности десятки детей и взрослых оказываются жертвами стихии. Люди попадают в опасные водовороты, не в силах справиться с мощью воды, их уносят течением. Но немалые тех, кто рискуя собственной жизнью, бросаются на помощь утопающим. Причем это не только спасатели, но и обычные смелые граждане. Понучшего ребенка первым увидел Жаштубеков Гаврельс Ильдосович, который находился на набережной с братом. После чего Жаштубеков Гаврельс развернулся за ней в воду, схватив девочку, вытащил ее из воды. Доходящая рядом под Алкиной Еленой Юрьевной, увидев происходящее, незамедлительно приступила к оказанию первой медицинской помощи ребенку в виде искусственного дыхания легких. Не дожидаясь прибытия скорой медицинской помощи, Жаштубеков Гаврельс и Паталкина Елена Юрьевна, остановив попутную машину, отвезли девочку в городскую больницу, в гордость от детей. Благодаря их смелым и грамотным действиям, жизнь ребенка была спасена. Сегодня был награжден медалью в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Если говорить точнее, то за спасение девочки, которая тонула в воде. Не считаю это подвигом, так как мой поступок – это долг каждого мужчины, оказавшегося на моем месте. Хотелось бы, чтобы таких ситуаций было меньше. Советую всем родителям с большим вниманием отнестись к детям при отдыхе у воды. В связи с тем, что начался летний купальный сезон, проводим профилактические работы на набережных зонах озер. Информируем отдыхающих о мерах предосторожности, так как не исключаются и ситуации, когда отдыхающие плавают в нетрезвом состоянии. Мы с помощью информационной работы можем предотвратить это, так как наблюдаем, как соблюдаются правила безопасности и охраняем зоны, где запрещено купаться. На городских пляжах спасатели выполняют свои обязанности и заботятся о безопасности отдыхающих. В целях безопасного проведения досуга в сезон купания в 2021 году с отделом ПЧС города Копчегай совместно с местными исполнительными органами проводятся работы по мониторингу соблюдения правил безопасности. С мая этого года в городе Копчегай на зонах купания и на базах отдыха было распространено 337 листовок, 20 рекомендательных плакатов. А также местный спасательный отряд провел 37 патрульных мероприятий с местной полицией, 18 рейдов. Все это делается в целях безопасности жителей и гостей города Копчегай в купальный период. На сегодняшний день установлены 34 знака в зонах, где купание запрещено. Разрешается купаться только в безопасных местах. Работа в данном направлении будет продолжаться на постоянной основе. Уважаемые жители и гости города Копчегай, просим вас соблюдать все правила безопасности во время купания. ДЧС Алматинской области напоминает ни в коем случае не оставлять детей одних возле водоемов и допускать купание детей без присутствия взрослых. Купание на необорудованных пляжах запрещено, так как это может быть опасно для жизни. Кроме этого, на всех разрешенных пляжах рекомендуется соблюдать предписания главного санитарного врача, а также правила социального дистанцирования. На сегодняшний день на территории Алматинской области имеются пять подразделений оперативно-спасательного отряда, которые дислоцируются на крупных водоемах области, таких как Копчегайское водохранилище, это на Южном и Северном побережье, на озере Алаколь, на озере Балхаш и в городе Тал-де-Курган. Весь личный состав спасательных подразделений на период купального сезона переведен на усиленный вариант несения службы. Ими на постоянной основе осуществляются водные патрулирования. Совместно с сотрудниками пожарных частей свободных смен, сотрудниками полиции, национальной гвардии, местных исполнительных органов, волонтерами, проводятся рейды и профилактические беседы с отдыхающими. Вместе с этим проводятся и ночные патрулирования в местах возможного купания граждан в ночное время. Подразделениями ДЧС Алматинской области в прошлом году на воде были спасены 62 человека. В этом году до наступления купального сезона спасателями ДЧС уже спасено 27 человек. Но, к сожалению, на воде имеются и факты несчастных случаев. Так как Алматинская область является одной из многоводных областей, а также большой поток отдыхающих идет с крупнейшего мегаполиса страны, с города Алматы. И у нас имеется множество рек, крупных и мелких водоемов, в том числе и непредназначенных для купания. В период купального сезона 2020 года на водоемах области погибло 36 человек. Большинство из них купались на необорудованных местах для купания. В этой связи просим граждан купаться только в специально отведенных местах, где имеется спасательная служба или общественные спасатели. Сотрудниками ДЧС проводится обучение общественных спасателей, которые работают на общественных пляжах, а также в частных зонах отдыха. Хотелось бы отметить, что владельцы частных зон отдыха и руководители общественных пляжей могут также обратиться в письменном порядке в ДЧС о содействии в обучении общественных спасателей, для того, чтобы они, в свою очередь, осуществляли безопасность на вверенных им территориях. Вода представляет собой опасность для человека в любом состоянии. Разумеется, только при ее неправильной эксплуатации. Поэтому пренебрежение правилами безопасности на воде чревато печальными последствиями в любое время года. Но, к нашему сожалению, люди, отправляясь на летний отдых о собственной безопасности практически не задумываются и попадают далеко не в те приключения, на которые рассчитывают. Ежегодно перед началом купального сезона спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям проводится обследование общественных мест для купания. При необходимости производится и очистка дна пляжей. Очистка дна ведется при помощи водолазного оборудования. Проводится поиск и подъем из воды, затопленных предметов, железобетонных обломков, деревянных конструкций, затонувших бутылок, рыболовонных снастей, камней и прочих предметов, которые могут причинить вред здоровью. Совместно с местными исполнительными органами в местах запрещенных для купания выставляются предупреждающие знаки. Вместе с этим по периметру пляжей устанавливаются ограничительные быки, за которые заплывать запрещается. Безопасность граждан на воде находится под контролем ДЧС Алматинской области. Совместно с Экиматом Алматинской области организована информационная работа среди населения. А также мероприятия, направленные на снижение последствий от беспечного поведения граждан на воде. Каждый человек, отправляясь на водный отдых, в интересах собственной безопасности должен знать опасные места и особенности водного объекта, в котором планирует купаться. Нужно помнить, что в запрещенных местах можно наткнуться на куски стекла и металла, бревна, валуны и другие опасные предметы. Кроме этого, нельзя забывать, что длительное пребывание в воде также может быть опасно для здоровья. Рекомендуется купаться в среднем от 6 до 15 минут в зависимости от температуры воды. ДЧС напоминает, запрещено купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заплывать за буйки, приближаться к судам, лодкам и катерам, плавать на предметах, не предназначенных для этого, засорять водоемы, оставлять мусор на берегу, купаться раньше, чем через час после еды. Разрешено купаться на специально оборудованных пляжах, нырять в воду только со специально оборудованных сооружений. Часто дети, которые живут неподалеку от водоемов, приходят купаться без сопровождения взрослых. Это категорически запрещено. Мы стараемся отправлять детей домой, либо проводим с ними беседы, знакомим с правилами поведения на воде в летнее время. Мы призываем взрослых уделять больше внимания безопасности детей во время пребывания на воде, стараться проводить отдых только на санкционированных пляжах, где имеются все условия. Если нет возможности со своим ребенком на пляж пойти, хотя бы отправить с группой детей одного взрослого. Именно поэтому все несчастные случаи, происходящие с детьми, происходят именно из-за оставления взрослых без присмотров. По инициативе Департамента ПЧС Алматинской области и при поддержке местных исполнительных органов нами планируется установка на местном городском пляже города Копчегай системы безопасности купающихся. Данная система позволит в автоматическом режиме обнаруживать купающихся, которые заплывают за буйки, а также в темное время суток позволит сигнализировать в автоматическом режиме оператору, диспетчеру о том, что кто-то, допустим, после 9 вечера заходит в воду. И в автоматическом режиме данная система будет оповещать спасательные службы. Данная система планируется к установке в этом году. и ее действие основано на анализе с помощью видеокамер, видеопотока. Плавание неотъемлемая часть здорового образа жизни. Оно укрепляет все группы мышц, помогает работе сердца и внутренних органов. Но вот умения хорошо плавать не всегда бывает достаточно, чтобы не оказаться в опасной ситуации во время купального сезона. Игнорирование базовых правил безопасности, выпивка во время водного отдыха – основные причины трагедии пляжного отдыха. Как мы проведем следующие летние выходные на берегу? С пользой для души и здоровья? Или все же с вредом не только для себя, но и для всех окружающих? Решать нам. С вами был спецпроект «Спасая жизни». Берегите себя и своих близких. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова